Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Нина Павловна Чуприкова, заместитель главного врача Одинцовской центральной районной больницы по детству, и Елена Ивановна Рубец, врач-акушир, гинеколог и ювенолог. Здравствуйте! Здравствуйте, Елена Ивановна, здравствуйте, Нина Павловна. Очень рада вас видеть сегодня в нашей студии. Тема нашей передачи «Вирус папиллома человека». Что это такое, Елена Ивановна? Давайте разбираться детально. И неспроста именно эту тему мы поднимаем сегодня. Да, тема очень актуальная, потому что заболевание вирусом папиллома человека растет и ширится, несмотря на все усилия по первичной вакцинопрофилактике. Мы занимаемся вакцинопрофилактикой с 2013 года. В начале администрация района закупила 30 доз, и были привиты дети детских домов, которые были изъяты из неполучных семей, как фактор риска. Потом была плановая вакцинопрофилактика. Мы вошли в одну из 17 областей Московской области, которая проводилась с 2014 по 2016 год. Было привито 1072 девочки от 12 до 17 лет. И сейчас планируется третья вакцинопрофилактика, которая пройдет у нас в рамках Одинцовского района. 1 ноября в детской поликлинике состоялась районная конференция, которую проводил МАНИАК Московский областной институт акушерства гинекологии. Были приглашены врачи-педиатры, акушеры-гинекологи, взрослые, детские гинекологи района. Это имеет большое значение, потому что мы так вместе выступаем впервые. Потому что педиатры и детские гинекологи ведут свою работу, убеждают родителей, объясняют родителям необходимость вакцинации. А порой взрослый гинеколог как-то относится к этому сомнениям. Теперь же все мы выступим вместе, единым фронтом. Да, можно сказать так. И это очень положительный момент. Почему? Потому что, получая информацию от нас в детской поликлинике, мама, идя к своему гинекологу, которому доверяет, получит достоверную информацию и рекомендацию для вакцинации своей девочки. Хочу сказать, что в Москве вакцинация гордосилом, а мы будем использовать гордосил, это квадривалентная вакцина, она сейчас включена в календарь прививок. Прививаются и мальчики, и девочки. Поскольку Московская область большая, мы не имеем возможности привить и мальчиков, и девочек. Поэтому приказа еще нет, и возраст вакцинированных детей не объявлен пока. Но, видимо, это будут также девочки от 12 до 17 лет. Почему от 12 лет? Потому что мы планируем до полового дебюта. По данным исследования, половой дебют в Московской области, а именно в Одинцовском районе, ранее составлял 14,6,5 лет. Вернусь к вакцине. Вакцина квадривалентная. Она защищает от наиболее высокоонкогенных типов. Это 6, 11, 16, 18 типы вируса папиллома человека. Вакцина не содержит живого белка. Она содержит вирусоподобные частицы. И Адивант. Адивант – это соли алюминия. Опыт вакцины-профилактики показывает, что побочных действий при вакцинации никаких не было. В основном частая жалоба – это болезненность в месте инъекции. Но, как правило, через день, через два она проходит. Насколько она действительно эффективна? Вакцина дает иммунитет на 9,8 лет. Есть уже исследования. То есть вакцинация в Московской области идет с 2009 года. И поэтому у нас уже собран катамнез. Считается, что повторной вакцинации не нужно. И существует еще мировой опыт, где тоже сказано, что повторной вакцинации абсолютно проводить не нужно. Причем девочки до 15 лет вакцинируются двукратно. Старше 15 лет – трехкратно. Схемы существуют разные. Есть, допустим, 0,1,6. И есть ускоренная схема 0,2,4. То есть смысл такой, что в течение года надо привиться все трижды. То есть полная вакцинация должна в течение года. Я думаю, когда приходит мама с дочерью на прием к гинекологу, то, конечно же, это все рассказывается, объясняется. Обязательно. И контролируется, что немаловажно. Да, важный момент такой, что сейчас есть единый регистр, куда мы вносим всех вакцинированных детей. Поэтому все данные должны приходить к нам. Вакцинация будет проводиться по учебным учреждениям. Это правильно, потому что там будет вестись учет. Единичные случаи, когда приходят к нам вакцинироваться, тоже будут. Но тогда придется посетить и гинеколога детского. Почему? Потому что, чтобы мы внесли данные этой девочки в регистр. А со школы мы сразу будем автоматом получать все эти сведения. Нина Павловна, сколько закуплено вакцины в этом году? И примерно какое население вы рассчитаете вакцинировать? Вы знаете, мы очень рады, что у нас эта конференция состоялась. Состоялась она, конечно, благодаря Елене Ивановне. То есть она была инициатором данной конференции. К нам приезжал областной детский гинеколог, который очень интересно рассказал о данной вакцине, о той пользе, которую приносит эта вакцина девочкам до того момента, пока она не вступила в половой контакт и уже в более зрелом возрасте. Мы не закупаем эту вакцину. Эту вакцину нам дает Минздрав для того, чтобы мы смогли вакцинировать этих детей. И в этом тоже самая заслуга Елены Ивановны, потому что она является инициатором всего этого. Мы, конечно, получив эту вакцину, получаем мы ее в декабре месяце. Мы сейчас заканчиваем вакцинацию от гриппа в декабре месяце. Мы всю эту информацию обязательно разошлем по всем образовательным учреждениям Одинцовского района. Но этой дозы будет 500 доз. Поэтому на данный момент после Нового года нам, может быть, дадут еще эту вакцину. Поэтому прививать мы будем деток, девочек, которые прикреплены к Одинцовской ЦРБ. А если у нас эта вакцина появится в большем количестве, мы тогда предложим другим учреждениям уже и 6 округа. Поэтому все эти дети, которые прикреплены к нам, к Одинцовской ЦРБ, они будут обязательно привиты в учебных заведениях нашего Одинцовского района, либо же после посещения доктора-гинеколога. Но здесь, наверное, самый важный момент, Ирина Ивановна, чтобы родители не отказывались. Потому что в любом случае вакцинация, любая прививка проводится только с согласия родителей. Вот здесь, чтобы не было легкого ростчерка пера, нет, не нужно, не нуждаемся. Все-таки задумались над этим основательно. Однозначно хочу сказать, что когда у нас была предыдущая вакцинация, я выезжала в школы района. Вот поверите, почти каждый вечер встречалась с родителями. Когда я объясняла, рассказывала, все были согласны 100%. Когда же стоило мне отвернуться и уехать, и когда получали вакцину, тут уже началось как бы брожение. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Когда же закончилась вакцина, стали поступать звонки. Почему мы не знали, почему мы не слышали, мы хотим привиться. И приходилось занимать у Нарфаминского района. Я хочу в этот раз, чтобы все нас услышали, чтобы все заранее желающие записались. Потому что остаточные дозы мы будем предлагать тем, кто даже не достиг 12-летнего возраста, а вот, допустим, вакцина вообще возможно прививаться с 9 лет. И у нас есть семьи с наследственной формой рака шейки матки. И поэтому генетическая предрасположенность существует. И поэтому дети из семей Риска тоже могут прививаться. Но для этого мама должна прийти, обратиться к детскому гинекологу, написать заявление. И если у нас останутся дозы, конечно, этих детей из группы Риска мы тоже привьем. Все-таки мы понимаем, что доз всего 500. Немножечко не так. Мы запланировали на 500 девочек. Просто есть кому дважды, кому трижды. Но мы будем рады забрать и дозы с другого района, потому что есть районы, которые частично прививаются. А есть районы, которые уже настолько часто, ежегодно прививаются, такое, как Нарфаминск. У них пятый год идет вакцинация, и она всегда стопроцентная. Это эффективный способ профилактики заболевания. Это первичная профилактика, конечно. Это самый надежный способ. Рак шейки матки. Конечно. Мы можем предотвратить вот такую проблему. Ведь рак шейки матки стоит на третьем месте среди онкологических заболеваний. Что такое этот вирус пепелом человека? Как он проявляется? Вот именно, что это часто протекает бессимптомно. В основном это связывают с половым дебютом, когда наблюдается дефект слизистых. Контакт вируса с дефектом слизистых. И, пожалуйста, вот вирус пепелом у человека. По прошлому опыту, когда мы вакцинировали девочки, допустим, девятого класса, и они попадали ко мне на бедосмотр в одиннадцатом классе, те, у кого были обнаружены остроконечные кандиломы, вагены и вульвы, их не было. То есть на момент осмотра уже кандилом не было. Вот я воочию увидела положительный результат. Вот прошло два года, и исчезли кандиломы. Вакцинируются девочки в возрасте, ну, мы сказали, минимально это... В инструкции написано с 9 лет. Вообще в России идет вакцинация с 9 до 45 лет. За рубежом практикуется вакцинация и женщин более зрелого возраста. Считается, что не такой сильный иммунитет вырабатывается, но он вырабатывается. А как к взрослым женщинам? Куда они должны обратиться, чтобы получить эту вакцину? Где ее, возможно, приобрести или как-то заказать, встать на очередь? Нужно обратиться в нашу женскую консультацию к Ларисе Владимировне Бархатовой, которая разъяснит им, объяснит еще раз и скажет, где эту вакцину необходимо приобрести. Она, к сожалению, не входит в подмосковный национальный календарь прививок. И то, что мы будем прививать детей абсолютно бесплатно, это за счет того, что нам помогает в данном случае Минздрав. А у взрослых, скорее всего, это все будет, конечно, на коммерческой основе. Заботиться о женском здоровье все-таки нужно начинать не со взрослого возраста, а именно с детства. И именно, наверное, не случайно. Именно поэтому посещение гинеколога практически с младенческих лет уже запланировано. По приказу с трех лет. Но по показаниям по направлению педиатра от с нуля. И ведь это не случайно, я опять же повторюсь, потому что женское здоровье все закладывается и формируется с самого рождения. Да, согласна с вами. И мне хотелось бы добавить, что заболеть данным заболеванием может ребенок, который только родился. Проходя через родовые пути мамы, он заражается данной инфекцией. И ребенок может болеть этой инфекцией. Поэтому здесь, конечно, прежде чем зачать ребенка, прежде чем вынести эту беременность, мама должна обязательно провериться у доктора-гинеколога, обязательно стать на ранний учет в женской консультации, чтобы доктор смогла оценить состояние здоровья женщины и, если необходимо, провести профилактику данного заболевания. Наверное, провести вакцинацию. Елена Ивановна, сколько должно пройти времени, если мы говорим о молодой женщине, которая вакцинировалась, и до момента, собственно, беременности? Вот какой должен быть промежуток от вакцинации до беременности? Вакцинация, как бы, во время беременности мы ее не рекомендуем. Такой промежуток никто не обговаривает. Если женщина вакцинировалась и не знала, что она беременная, в Уняге наблюдались такие пациентки, никаких осложнений у ребеночка нет. Если же, допустим, она сделала первую дозу, вторую дозу осталось третью, она рожает, кормит ребенка, и после окончания кормления ребенка делается третья доза. Отсроченная вакцинация, так называемая. Ничего страшного в этом нет. Если не знала, то, как бы, вот, патологии у детей никакой не обнаружены. Какие существуют исследования, которые выявляют, есть ли в том или ином организме вирус попелом человека? Это ПЦР-метод. ДНК полимеразной реакции идет. Пожалуйста, вот, ВПЧ генотипирование выявляет, если есть какой тип. Есть конкретно на вирусы попелома высокого канцерогенного риска, еще чаще всего делают, аптесты разные. И жидкостная цитология с определением типа вируса и количества вируса. Сейчас множество этих исследований, как бы, предоставлено. Любая женщина имеет возможность отледоваться. Вопрос в том, что это коммерческие исследования. То есть они, к сожалению, не входят в полис, к сожалению. То есть здесь уже на дело каждого проводить эти исследования или нет. Но все-таки, мне кажется, если специалист рекомендовал, лучше сделать такое исследование. И делается ли вакцинация в этом случае, если все-таки вирус обнаружен? Есть доказательная база того, что при поражении шейки матки вирусом попелома человека, и когда идет дисплазия второй и третьей степени, ЦИН-2, ЦИН-3, то обратимость составляет почти при ЦИН-2 до 70%, при ЦИН-3 где-то от 35% до 50%. То есть при правильном лечении и вакцинировании идет обратимость вот этой неоплазии. Это очень положительный момент. Но, естественно, ЦИН-3 и Ракон-Сити наблюдаются в анкологане. Давайте еще раз повторим для наших телезрителей, с какого времени начнется вакцинация, как она будет проходить. Мы планируем, что это будет в декабре. Это зависит от того, когда маньяк предоставит нам дозы, потому что они их тоже пока вот в плане получить должны. И она будет проходить по общеобразовательным учреждениям района, города и района. Кто хочет в индивидуальном порядке, я уже обговаривала, да, то есть тогда через визит к детскому гинекологу. Спасибо вам огромное за актуальную информацию. Надеюсь, что отказов будет ничтожено малое количество. Надеемся. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.